Есть два слова, которые я ненавижу, они называются «собросование» и «извещение». Был такой француз, Алан Дебуан, он занимал пост директора по инженерам, то он был директором по разработке или как-то еще. Короче, мы прямо в начале. Ему на каком-то совещании сказали, о, какую-то идею высказал, ему сказали, какая интересная идея, теперь вы ее должны согласовать с такой-то дирекцией, с такой-то дирекцией. А он говорит, а что значит «согласовать»? Я говорю, ну как, вы должны туда прийти и добиться, чтобы они с вами согласились. А он говорит, а зачем мне это делать? А я говорю, ну как, ну что бы это вот было? Он говорит, так вот же, оно же нормальное, я им могу рассказать и давайте это делать. Они говорят, нет, надо согласовать. Он говорит, а в чем процесс согласования и за что эти люди будут отвечать? Он говорит, нет, ну так-то они ни за что отвечать не могут, но надо, чтобы они согласились. Он говорит, нет, я этим заниматься не буду. И не стал этим заниматься, просто стал меня этим. То есть процесс согласования, который у нас имеется в тех вариантах, в которых я их заставил на разных родах предприятия, это извращенная форма какая-то, какого-то процесса, который ничего общего с разработкой, с ведением проектов и с какой-то нужной деятельностью он не имеет. То есть чаще всего люди, которые согласовывают, они должны какую-то подпись поставить и в зависимости от настроения, хочет он, не хочет, он эту подпись ставит, не ставит. Самое главное, что от этой подпись вот этот человек никак, ни за что не отвечает и в целом за процесс тоже не отвечает. Отвечает за процесс тот человек, который хочет у него это согласовать. Он к нему приносит, а тот ему не согласовывает, но за это не отвечает. Вот так не бывает, по крайней мере во французской действительности, так не бывает и вообще в мире так не бывает. Обычно согласовывают тот, кто отвечает за конечный результат. Ну то есть если я отвечаю за то, чтобы вот этот контракт был, я отвечаю за него. Тогда я имею право согласовывать, всех посылать и ничего не делать. Но только если этого контракта не будет, то меня с него будут. А если я за это не отвечаю, а отвечает человек, который должен у меня что-то согласовывать, и если контракта не будет, то снимут голову с него, а я ему не согласую и с него снимут голову, то тогда и это процесс какой-то неправильный. И вот чаще всего вот такая вариация процесса у нас имеется. То есть спрашивают с одного, а согласуют у другого, который ни за что не отвечает. В теории управления процессами внедряется внедрена технология. Наверное, у нас не будет времени про нее проговорить, но тем не менее. Она называется скрам, и те люди, которые ее внедряли, они ввели в действие ежедневные совещания. И на этих совещаниях всех людей делили на свиней и на курей. Откуда это пошло? Изобретатель этого скрама высказался в том смысле, что в анекдоте надо подавать бекон с яичницей. И каждый свою долю в это дело внесет. Ты, значит, мясо, а я, значит, яйца. Ну, понятно, что в этом деле, как это, более кровно заинтересован, получается, как бы кабан. То есть, как бы, он отвечает своей жизнью. А этот, ну, яйца. В общем, мало ли вот этого яиц можно. Поэтому те люди, которые отвечают за процесс, они скраме называются свиньи или кабаны. И вот они отвечают, и их слушают, и они принимают решение. А те люди, которые в улице, они просто приходят слушать, но они слушают. Их ставят известность, могут принять во внимание их мнение, но они решение не принимают. Но их ни за что не отвечают тогда, да? Вот если отвечаешь, то принимаешь решение. Если не принимаешь решение, то не отвечай. Поэтому нет согласования. Ты отвечаешь за что-то, за что ты отвечаешь, и ты должен за это отвечать. Соответственно, ты за это отвечаешь. И не должен вместить согласовывать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok